оказалась в румынии бедру румынских леч я жду может он заиграет или запоет я не знаю ребят я знала что я найду что-то необычное вот такая вот коробочка рашин 14 где мне его взять этот красивый вид здесь по дороге встретилась кладбищ духа ссср присутствует очки вакуа матчей очек 100 грамотчик кому чего украинская таможня туалет он дал денежек на туалет вот так вот наша любима одесса встречай рядом автовоккал она привоз привет мир привет друзья привет вами солнечной одессы меня зовут людмила для тех кто меня не знает я из города днепр на таком фоне в одессе ребята кто соскучился ребят тема этого видео как на сегодняшний день добраться в аэропорт например у меня вылет с бакео город в румынии очень мало об этом городе информации в этом видео мы посмотрим немножечко этот город так как я там буду останавливаться на сутки чтобы немножко перри отдохнуть после такого сложного переезда все-таки с днепра добраться до одессы с одессы до молдава ареста румыния и потом только вылет вот такие вот дела на сегодняшний день вот так вот мы летаем вот так что оставайтесь со мной заваривайте чаёчек кофе чек печенюшки и погнали посмотрим ванна румыния какие там цены ну почем автобус через два часа данщик стоит вот в одессе классный солнечно все цветет и пахнет ребят передаю вам этот привет из одессы солнечного кафешечек можно посидеть кофе очка покушать но мне не хочется я в поезде попила поела позавтракала вокзала привоз он находится совсем рядышком здесь через дорогу здесь можно присесть отдохнуть атмосфера такая спокойненькая солнечная шишечки цветочки голуби перевозчики инфобус вначале я еду до молдавии потом у меня там будет стыковочка 5 часов я погуляю и потом продолжу поездку в румынию вот румынии буду завтра утром 4 часа утра вот такой ребята автобус едет одесса румыния 1400 вот бронировала я три месяца назад у меня было шестое место сейчас водитель меня говорит у вас 20 я уже смысл бронирования в общем посмотрим как разрешится ситуация не хочу я в конце автобуса сидеть ска таможня то ли этого нет вернее не есть но не пускают у меня два места шестое мое три раза до украинской таможни попросили выйти мужчины с документами женщине там мужчины три раза выгодили голодавская граница очереди нет ровно шесть часов ехали вот вокзал кишиневе один из вокзалов кишиневе на северный три часа гулять три в 10 20 дальше поедем у водителя спросила какой курс и где обмен валюты где туалет он дал денежек на туалет вот так вот еще сдача осталось 3 лея туалет еще 17 лея осталось рядом со вторым залом есть заправка тут можно посидеть кофеечек 100 граммочек кому чего ходу чем ходу 25 лей ходов полтора евро полу капучинка 28 такие вот цены 14 лей 1 доллар получается 1780 вот круассанчик 24 лея полтора часа от вокзала северный кишинев и таможня румынская таможня автобусы классная новенькие чистенькие вот она таможня очереди нет ребят наконец-то прибыла в румынию в бакео вот хочу вам показать однокомнатную квартиру по цене 30 евро на сутки при входе зеркало шкаф такой вот подстилки румынском стиле здесь ванная довольно таки большая фен в шампуне или машинка ванная с гидромассажем уставшая ребят просто хана как уста находится она недалеко от центра в 10 минутах пешком от центра и 20 минут пешком в аэропорт но пешком конечно нет а на автобусе 10 минут на такси понятно дело быстрее немножко и присутствует румынского стиля уютно здесь декорчик ясно так потолок а тут такая как сказать перешейка нет перегородка такая ниша что ли не знаю для чего на первый раз такое вижу вот однокомнатная квартира видите так хоп вот так это выглядит такая вот квартира ребята я думаю для отдыха самое то здесь хозяйка делать свечи на них продают благовония разные лежат в общем такие вот поделки телевизор кондиционер на кухне ребят есть все необходимое прям от посуда бокалы чашки стаканы полотенца бумажные ножи ну в общем кастрюли все это есть не буду утратить на это как бы говорится время все есть микроволновка тост кофе чай сахар и и такой тоже вид здесь телевизор на кухне имеется но самое главное вот еще такой шикарный вид интересно закат какой здесь будет вот такой вид здесь седьмой этаж пока вам видео снимала тут уже логичка набирается ребят направляюсь в оживленный район и бакео как оказывается достопримечательностей здесь не особо много но они есть и гордятся тем что есть мол вот по дороге встретилась кладбище тут церковь прям в парке находится погода радует правда ветер сейчас 20 градусов утром я приехала в 4 утра получается была погода 6 градусов почему я была совершенно не готова вот люди сидят отдыхают тут такое сердечко на аллее с замочками тарзанка работает людей много с детками выходной все таки воскресенье обычный парк парк как парк зелено ухожено тут такое такой ресторанчик с фонтанчиком ухожено ухожено прям в парке можно можно посидеть отдохнуть можно вот 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 ребят немножечко дороги в этот город бакео регион молдова находится в румынии население на 2023 год и 204 1500 человек такой небольшой городишко так вот я приехала я в этот город 4 утра получается автостанция не работает в это время в общем а заселение у меня должно быть вот сейчас только в два часа дня высадили это как это был проходной автобус он ехал дальше забыла название этого румынского города куда он следовал дальше меня высадили получается на заправке которая работает круглосуточно я списалась хозяйка хозяйка пошла на уступки заселила меня в 7 часов утра ребят причем без каких-то доплат за что я очень благодарна елена спасибо вам огромное потому что вот сейчас я только должна была заселиться представляете сколько бы я потеряла времени насколько бы я устала а так я выспалась позавтракал даже успела постираться но в общем все круто хозяйка не захотела оставлять номер в описании и предложила давайте я сделаю вам небольшую рекламу вашей квартиры и оставлю ваш номер телефона поэтому если кому-нибудь нужна будет квартира в этом румынском городе бакео вы так так же как и я будут будете вылетать с этого города пишите мне я с удовольствием вам дам контакты этой замечательной женщины что елена огромное вам человеческое спасибо в парке мужчины сидят шахматы шашки пивасик такой сугубо здесь мужской коллектив это один из парков города бакео самый прикол у меня же нет румынских лей так как я приехала ночью так сейчас узнаю туалет платный или бесплатный молдове повезло водитель сдал денег на туалет так ребят повезло с туалетом туалет бесплатный как я оказалась в румынии без румынских лей приехала рано утром добиралась до квартиры съемной на такси пользовалась услугой болт получается около четырех километров снялось 17 лет но приблизительно считать один к восьми там что-то 136 гривен человек такой вот снялось пока мне не понадобились во первых нигде я не вижу обменников еще пока перекусы и разные бутеры брала с собой главное региональное управление государственных финансов ну тут какие-то административные здания такой пятачок скажу вам честно такой прям дух ссср присутствует с чем-то вот болгария молдова ну такая центральная улица цветут деревья с такими цветочками так это гостиница воскресенье банки не работают аминике не работают гуляя без румынских лей можно в банкомате наверно снять но мне нет необходимости сочетание видите как тут и цветы в горшках короче и вы поняли ну будем зацикливаться на этом тут смотрите ребят какой красивый собор он расположен на аллее юлиана это католический собор посвященный петру и павла высота собора 77 метров а также этот собор является самой большой римско-католической церковью в молдове такая современная архитектура представляете какой здесь звук чушь себя водичка тут святая водичка сейчас я наберу ребят собор конечно впечатлил казино на каждом углу в буквальном смысле этого слова пока его главные достопримечательности это казино короче я забила в википедию посмотреть в боке там куча разных казино клуб покер 1 2 3 я смотрю азартный тут конечно народ фитеральный собор вознесения господня такая архитектура впечатляет конечно сейчас зайду немножко вовнутрь там скорее всего съемка запрещена это тоже парковая зона такая небольшая вот костюм в котором я была вам показывала тут вот православный тоже небольшая православная церковь здесь написано бог общается с вами разным разным способом я никогда не звоню на мобильный телефон так держите его закрытым в храме вот такой собор внушительный тут памятник кому-то не знаю здесь небольшая парковая зона опять же очень много пенсионеров пенсионеров отдыхают на улице мужского пола конечно большинство прям в глазах бросается вот такая небольшая парковая зона я конечно представляла больше бакео вот в таком стиле вот в румынском как бы мне так казалось ну видите обычные дома здесь может и есть какой-то район там где такой вот именно румынский в румынском стиле ну я сколько прошлась около четырех километров по центральным правда улицам ребят зашла в местный супермаркет хочу приобрести хозяйке коробочку конфет отблагодарить ее за такое гостеприимство ну смотрите цены вот коробка конфет допустим одиннадцать восемь десять ну считать нужно умножить один к восьми это по гривнам коробочка конфет вот такая вот четырнадцать лей умножить на восемь ну вот получается восемь это сто десять гривен такие цены вот двадцать лей на восемь это сто шестьдесят гривен получается рафаэлла семнадцать лей умножайте на восемь это цена в гривнах а в долларах получается сорок лей это десять долларов короче вот так вот типа того что-то вино одиннадцать двадцать девять мэрси конфетки двадцать один лей такая вот коробочка рошен 14-24 яйца 13 лей вот двенадцать девяносто девять еще паска вот такая вот двадцать сорок два сто шестьдесят получается вот цены я особо не хочу здесь долго задерживаться я если останется память на обратном пути сниму цены в румынии на еду вот килограмм шестнадцать девяносто курица ножки так ну дошла я до арены мол местные жители гордятся тем что у них есть арена мол вот такой город бакео вот такой город бакео не умеете снимать с банкомата работает кстати до девяти часов вечера очень жалко потому что на обратной дороге мне надо будет выезжать с бакео в час ночи а прилет у меня в шесть часов вот в шесть часов где-то надо будет гулять но остается только казино оно у них круглосуточное наверное я точно не знаю ну чё найти такого интересного чего мы еще не видели нигде ни в каких странах ну удивили нас бакео так хочется чему-то удивиться вот каких-то эмоций получить прям классных вата розовая видели такую я видела бомбочки разные сладости конфетки не удивляет мол не удивляет ребята очки как вам очки 15 долларов где-то получается а вот маски это с гипса гипс наверное ну да тяжелый 40 долларов получается ну приблизительно такие вот штучки с модуляцией долларов 20 долларов такая вот ну легенькая такой выбор карт смотрите игральных слушайте ну нет ну 12 12 долларов вот 79 лей что мне очень нравится в румынии куда не зайдешь везде вай фай свободно дома приобрела вода фон который тут не работает странно как-то не везет мне на вода фоне если честно я сразу решила подняться на треке чтобы уже все посмотреть так же как-то так ну как правило здесь еда ну да разные фастфуды макдональдс ребят ну мол как мол торговый центр ну тут все понятно да куча разных фастфудов фастфудов ну а тут кинотеатр макдональдс я на пп если что пока держусь мака было много в днепре при открытии поэтому у нас в днепре открылся мак на время войны его закрыли его не было а вот сейчас открыл открылся мак и поэтому был перебор маком так второй этаж остается блин я так люблю ребят я так люблю виды красивые виды где мне его взять этот красивый вид здесь вот такая терраса есть с таким видом на дорогу вот такой вид джинсы 30 35 долларов пиджачок такой вот 200 лей 50 евро ну 50 долларов сейчас в моде 279 лей 109 лей ну чё такая прикольная шелковые такие бутылки брючки 200 лей 50 евро 50 долларов мужская рубашка 129 лей джинсы 200 лей прикольную 159 лей розовые это мужская рубашка 1 10 я жду может он заиграет или запоёт я не знаю много людей собирается и смотрят на этот фонтан я жду думаю может он какой-то необычный так ребят базилика святого николая надо перевести почитать а тут в отдыхе захватила жаль закрыта базилика святого николая вот не знаю развеяла ли я вам миф что в румынии типа живут одни цыгане я лично для себя ну точно его развеяла потому что обычный народ доброжелательные классные люди да бог им здоровья и процветания этому городу тоже такая вот зона отдыха центре попозже тут наверно будет очень красиво потому что очень много роз посажено его издалека увидела это дерево не знаю но смотрю она обгороженной там надпись по ходу она какой-то необычная вот я хотела чего-то необычного запрос был был получите распишитесь смотрите так ребят я знала что я найду что-то необычное я нашла смотрите это дерево происхождения китай она но может достичь высоты 40 метров но называется в народе четырех валютник понятно так же она улучшает память и улучшает зрение восстанавливает память и улучшает зрение ребята это то что нужно на этом прогулка моя в боке заканчивается под этим чудесным чудо-деревом сейчас буду делать запрос на улучшение памяти ее порой так не хватает но зрение тоже конечно самое что же еще немаловажно четырех валютник четырех валютник вот они эмоции есть есть и ну с чешется довольно таки большая километра два точно центральная улица тут расположено очень много разных магазинов брендовых скажу вам точно ребят здесь казино больше чем объект люди живут и наслаждаются не болеет они только играют сейчас закрыта галерея можно так посмотреть через стеклышки площадь сан-марко походу нет или стамбул скорее всего стамбул напишите в комментариях стамбул да застрял опять на этом перекрестке там сзади меня макдональдс держись ты молодец ставьте там колокольчики звоночки подписывайтесь дальше будет интересней выдержала душа поэта и взяла вот такую вот штуку за 2.99 не выдержала душенька душенька спасибо вот такая вот штучка разная выпечка такая вот триллия такие бублики сейчас попробуем бублик не выйди взяла душенька попробую бублик в румынии хочу такой упаковки смотрите и тут такая красота я не знаю с чем он я не заморачивалась взяла какой попался на глаз восемь километров сегодня я прошла ну мак тоже я прошла а бублик не смогла тепленький горяченький прям сыр присутствует даже не успела прочитать как он называется пишите вкусненько с приватбанка снялось получается 24 гривны а он 3 лея стоил да верно же я так быстренько чтоб не передумать бегом его взяла короче на полу получается 8 гривен один лей румынский 24 гривен и бубличек идешь себе так идешь и тут собачь такой класс заходишь а тут бац и машинки стоят стиральные вообще мне надо было сюда попасть ламинирование ксерокс а тут просто обычный вход никого нет просто я не знаю у нас такого нет я не видела у нас понятно побросал чина на постирал и вышел можешь посидеть здесь вот отдохну прикольно чисто случайно так что имейте ввиду короче если вам надо постираться на центральной улице вот так это выглядит я просто вот прочла ксерокс думаю зайду знаю но сегодня ничего не работает воскресенье а тут вот стиральная прачка так супермаркет рядышком общем все я уже почти пришла удобное расположение квартиры мне нравится центр прошлась погуляла аэропорт рядышком ну как бы вот так ребят вот это вот сеть лука она довольно таки распространенная смотрю вот в румынии не знаю может еще где-то я особо не видела но здесь очень вкусная выпечка мне понравилось ты мне за бублик месть лифт не работает подниматься нужно на седьмой этаж вот вот чего я спешила домой но в квартиру эту красота и краси краси на останов Продолжение следует...